Большое спасибо, Сергей Юрьевич. Очень интересный доклад, фундаментальный, основательный. И сейчас у нас второй докладчик. Это Рутюнян Лусинелевоновна. Она расскажет о фарм-терапии, фарм-гипертензии после комбинированной хирургии катаракты и глоукомы. Буквально несколько слов тоже о нашем докладчике из Москвы. Доктор работает в московском центре «Восток Продрения». Тема глоукомы близка, начиная с аспирантуры, которую устроена. Да, под руководством Еричева Валерия Петровича. Да, на конечном свете пельмвольца. Уководитель научной работы. И тема – это роль в эскористическом связи с ГАЗа. Да, совершенно верно. Да, удобрение целей при глоукомном процессе. Но еще открою маленькую тайну. Практически в этом же году на Европейском конгрессе в Копенгагене получила премию. И первый российский доклад был отобран из более чем 400 абстрактов. Поэтому тема глоукома очень близка. И мы с удовольствием вас уже послушаем. Так, Сергей Юрьевич? Да, спасибо большое за представление. Первый раз я в Новосибирске. Очень рада возможности выступить перед вами и поделиться своим клиническим опытом. У меня такой практический доклад своего личного опыта применения. Тема уже прозвучала, что офтальмогипертензия после хирургического вмешательства. Хочу сказать, наверное, больше своей степени вы работаете в офтальмохирургическом отделении. Поэтому, да, не тайно, что основная офтальмопатология для нас – это глоукома и катаракта. Ну, надо сказать, что по данным ВОЗ причина инвалидности, обратимой слепоты – это все-таки остается катаракта. Здесь такой важный момент экономического аспекта. То есть в неразвитых странах все-таки это катаракта. В развивающихся странах уже первое место по инвалидности занимает глоукома. Интересно, что в европейских развитых странах уже первое место делят ВМД и глоукома. Такой вот интересный момент. Но хочу сказать, что и сочетание, по данным разных авторов, доходит до 70%. То есть, соответственно, актуальна социальная значимость проблем, наверное, не вызывает сомнения. Плюс еще такой момент, по данным Липман, в полтора раза превышает инвалидность глоукома среднеевропейского коэффициента у нас в России. Хочу сказать, что возможности современной офтальмохирургии позволяют нам реабилитировать таких пациентов путем одномоментного комбинированного вмешательства. То есть хирургии катаракты, одномоментной хирургии антиглокоматозный компонент. Какой антиглокоматозный, я дальше вам расскажу. Но усовершенствование, модификация технологии, соответственно, привело к тому, что сейчас вакуумсификацию мы делаем с помощью фемтолазерных установок. Вот в нижней части слайда я приведу вот такой пример неофтальмологического применения фемтолазером. Такое интересное исследование провели наши британские ученые. Что они сделали? Вот такое кварцевое стекло с помощью фемтолазера они внедрили информацию. И вот что они предполагают, что в дальнейшем даже большую библиотеку можно с помощью информации записать вот на таком стекле, буквально с помощью фемтолазера. Стекло выдерживает и переохлаждение, и температуру даже в тысячи градусов. То есть никакие пожары не будут. Но они предполагают, что в дальнейшем информация будет храниться именно вот в таком варианте. Ну, надо сказать, что фемтолазерный лазер, он освобирует ткань с образованием плазмы, свободных электронов, и в дальнейшем это все образует пузырьки, кавитацию и облегчает дальнейшее действие в работу хирурга. Там будет у меня небольшой фильм, где это все будет показано. На современном этапе факт эмортификации сопровождения фемтолазера дает возможность проводить капсулу рексис, парацентез и, соответственно, капсулу фрагментацию ядра с указанными параметрами. Ну, есть определенные, конечно, преимущества, конкретно, у пациентов с осложненной катарактой. Ну, это, во-первых, сочетание с глаукомом, севдоэксвалиацией, с вывихи-подвывихи. Поэтому есть определенные при этом преимущества. Да, здесь тоже вам перечислено, что при плотных ядрах тоже, если предварительно производится фемтоэтап, уже хирургия почти... Есть сейчас уже работа иностранная, что почти на нулевом ультразвуке можно произвести удаление ядра хрусталиком. Ну, хочу сказать, что, конечно, определенным преимуществом при комбинированном вмешательстве имеет непроникающая глубокая склероктомия. Ну, преимущества у вас на слайде представлены. Во-первых, возможность умеренного снижения внутриглазного давления. Во-вторых, отсутствует опорожнение передней камеры. Меньше процент каких-либо геморрагических осложнений. Да, и в дальнейшем, если вам необходимо дополнить гипотензивную эффективность, вы можете применить диаглазерную гониопунктуру. Мы в своей клинике, кроме того, сопровождаем еще имплантацию тренажа ксенопласт для того, чтобы предотвратить какие-либо рубцевания в послеоперационном периоде. Ну, даже, наверное, очень хорошо, адекватно выполненная хирургия в большей своей части сопровождается оптальмогипертензия в послеоперационном периоде. Он входит в симптомокомплекс реактивного синдрома. Нестера выделил в послеоперационном периоде такой вот комплекс, который включает в себя не только оптальмогипертензию, но и какие-то воспалительные элементы. При этом, надо сказать, что уровень оптальмотонуса от дохирургического может превышаться на 4-8 мм тутного столба. При этом, если вовремя не адаптировать его, не назначать профилактические медикаментозные препараты, то это будет выше 25 мм тутного столба. Ну, статистика послеоперационной гипертензии. Если вы имеете дело с осложненной катарактой, то есть это, например, сочетание открытой угольной глоукомы с катарактой, то послеоперационной гипертензии, пациентной послеоперационной гипертензии может доходить до 19%. Если это сочетание псевдоэксполиации с катарактой, то 12,6%. И что входит в этот послеоперационный симптомокоплекс послеоперационной оптальмогипертензии? Ну, болевая реакция, отек роговицы. И вот очень важно повышение риска развития прогрессирования окклюзии артерийской части и ишемической осложненной. И я вам здесь на слайде перечисляю все те медикаментозные, которые, в принципе, литературно могут быть использованы для адаптации внутриглазного давления в послеоперационном периоде. А вот целью нашего исследования была оценка гипотензивной эффективности в послеоперационном периоде ингибитора карбоангидраза, именно препарата ДАРЗОПТ, причем были две группы. Одна группа после факоэморсификации, вторая группа после факоэморсификации. В обоих группах катаракта выполнялась методом фемтофакосопровождения, что составило материал нашего исследования. 55 пациентов у нас были после фемтофакоэморсификации и, соответственно, 23 пациента после комбинированной хирургии. На основе ретроспективного анализа карт в дальнейшие исследования мы включили только пациентов, у которых в послеоперационном периоде, то есть первые сутки после операции, внутриглазное давление было выше 21 мм тутного столба. Была проведена пневматонометрия. Здесь считается, что П0, по Гольбуну рассчитанная, но пневматонометрия. Соответственно, предварительно были использованы и традиционные, и специальные методы исследования для того, чтобы диагностировать, во-первых, стадийность определить глаукома, то есть структурные, функциональные исследования полностью были включены. У КТ-диагностика, если статическая периметрия была проведена, а также, конечно, исследование катарактально необходимо для определения степени плотности ядра. Это также необходимо для того, чтобы понять момент фемта, этапа, который будет сопровождать вакуэмульсификацию. Здесь вот небольшой фильм хочу представить. Проводится комбинированная хирургия. Вы видите этап проведения непроникающей глубокой склероктомии. То есть проводится иссякание глубокого склерального лоскута, нарушняя стенка шлемового канала с обнажением тробегулы, с обнажением лимального края. На этом вот вы видите, что предварительно у этого пациента был проведен фемтоэтап, то есть фемтопарацентезы, капсула рексис, абсолютно ровные края капсула рексиса. Если вы планируете имплантацию лиц премиум класса, это имеет очень большое значение для правильной посадки. Большое значение имеет и при имплантации торических линз, где очень важна направленность оси. Соответственно, кроме капсула рексиса правильной формы, вы можете выбрать варианты фагофрагментации. В данном случае вам показана радиальная фагофрагментация. Количество насечек можете выбрать сами, от 4 до 8. Также форма тоже может варьировать от радиальных, которых мы чаще всего используем. Соответственно, в виде квадратиков может быть проведено. Вы сейчас видите, почему это важно при хирургии комбинированной. Потому что уменьшается нагрузка на связочный аппарат, уменьшается нагрузка на заднюю капсулу. Потому что мы уже понимаем, что при комбинированной хирургии у пациентов, которые имеют глоукомы, уже есть определенная слабость циновых связок. На этом этапе вы выделили имплантацию дренажа, о котором я вам говорила, что предварительно, в последнем этапе послеоперационно, для того, чтобы предотвратить послеоперационное рубцевание, мы имплантируем дренаж. Моменты я уже перечислила. Почему имеет значение именно присоединение фемтоэтапа? Потому что именно при осложненной хирургии время в полостной хирургии у вас уменьшается. Если при обычной факе это где-то 35 минут, в данном случае 16-22 минуты. Послеоперационной терапии у всех пациентов представлено вам на слайде. Во-первых, обязательное сопровождение сочетанных препаратов. Первый – это аминогликозиды с дексаметазоном. Второй – это вторхиналоны третьего поколения. В данном случае это был препарат Элоптик. НПВС для местного применения. И так как вы помните, что у нас был ретроспективный отбор пациентов с офтальмогипертензией, то всем пациентам назначался Дарзобт. Вот здесь вам представлена диаграмма распределения внутриглазного давления в первые сутки. У пациентов, которые была чисто катарактальная хирургия, где предварительно внутриглазное давление до хирургии в 75% было компенсировано. В то время как компенсация внутриглазного давления в комбинированной группе, где была необходимость комбинированной хирургии, составила 40%. Причем все пациенты второй группы были на гипотензивной терапии самой разнообразной, комбинированной, фиксированной. Здесь уже вам представлены результаты внутриглазного давления на первые сутки. В группе после факоэмсификации катаракты с фемтосопровождением умеренная гипертензия была 26% случаев. То есть мы разделили пациентов на гипертензию умеренную и гипертензию высокую. И в зависимости от этого назначался дорзопт либо два раза, либо три раза. Но что интересно, в группе после катаракты не было статически значимой корреляции с внутриглазным давлением до операции. Что не наблюдалось в группе пациентов после комбинированной хирургии. То есть если перед операцией у пациента было повышено внутриглазное давление, то послеоперационных чаще всего у них сохранялся высокий уровень внутриглазного давления. В данной группе умеренная гипертензия была в 30% случаев. Соответственно, высокое давление где-то в 70% случаев. Ну и динамика послеоперационной офтальмогипертензии при медикаментозной терапии дорзоптом. У пациентов после факуэмсификации, то есть некомбинированной хирургии, где-то на третьи сутки нормализация внутриглазного давления была достигнута в 70% случаев. И уже на седьмые сутки все 100% пациентов были гипотензивно адаптированы. А в группе пациентов, где была проведена комбинированная хирургия, 40% пациентов на третьи сутки были гипотензивно адаптированы. И, соответственно, на седьмые сутки где-то 70-80% было хорошее внутриглазное давление. В дальнейшем, при необходимости пациентам с высоким, сохранившимся высоким уровнем, мы назначали дорзоп плюс. Ну, еще вот такую интересную находку у нас получилось, что была получена вот такая прямая корреляция между офтальмогипертензией и сферическим эквивалентом рефракции. Соответственно, что дало нам право сделать такой вывод, что в результате, видимо, каких-то микрофильтраций в зоне хирургии есть момент, если вовремя не адаптировать офтальмогипертензию, можно получить в послеоперационном периоде астигматизм. Поэтому вот мы еще делаем такой вывод, что необходимость хорошей терапии, вовремя проведенной, приведет к тому, что на седьмые сутки у вас качество зрения пациента будет намного выше. Если оставлять, например, потому что есть тенденция, что может офтальмогипертензия самостоятельно тоже может купироваться, но в этом проценте случаев у вас будут больше пациенты именно вот с астигматизмом, чем пациенты, которые вовремя получили купирование офтальмотонуса. И здесь, естественно, имеет определенное преимущество фемтосопровождение, потому что при осложненной хирургии меньше нагрузка на связочный аппарат, на заднюю капсулу и так далее. И выводы вам представлены, выводы еще и зачитывал Сергей Юрьевич после своего доклада. Спасибо большое. Продолжение следует...